Руководитель военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к наступлению на Россию и Китай. Об этом он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете, отвечая на вопросы о росте угроз в мире, призывал США проявлять больше агрессии в отношении Москвы и Пекина. После того, как Россия усиловала контроль над ключевыми водными магистралями, для США пришло время нанести удар первыми, отметил он. Вчера в Тибилиси перед зданием парламента Грузии прошла совместная акция протеста азербайджанцев и грузин против установления бюста карабахскому сепаратисту Михаилу Авагьяну. Согласно информации, в акции приняли участие азербайджанская и грузинская молодежь, студенты, предприниматели, а также политологи и ветераны войны. Они держали в руках флаги Азербайджана и Грузии. Политолог Симон Кападзе отметил, что данная акция организована не только против установления бюста Авагьяну, но и против сепаратизма. Установление в Грузии памятника сепаратисту, провокация и памятник должен быть демонтирован, сказал он. Михаил Авагьян сражался в Абхазии против грузин. Он был военным преступником. Об этом заявил участник акции протеста против установления бюста карабахскому сепаратисту Михаилу Авагьяну, ветеран Абхазской войны, в Ахтанг Джорджикия. По его словам, состоявшийся из армян батальон имени Баграмяна учинил в Абхазии этническую чистку и совершил против мирных жителей невиданные зверства. Члены батальона также подожгли в одном селе шины, в результате чего заживо сгорели члены одной семьи, женщины и дети. По этому поводу есть необходимые материалы. Установка бюста незаконна. Ветеран войны считает, что бюст несут, так как власти не могут относиться лояльно к данному вопросу. Это призыв против государства. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Москву отказаться от поддержки легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на сторону оппозиционера Хуана Гуайду. У России и других стран еще есть время присоединиться к сообществу ответственных наций в призвании Гуайду, национального собрания и пути к свободе и процветанию Венесуэлы, написал он в Твиттере.